Татьяна поправила уголок одеяла на детской кроватке и внимательно осмотрела комнату. Две двуспальные кровати, письменный стол, шкаф для одежды, мягкие игрушки на подоконнике. Вроде бы все на месте, но беспокойство ее не оставляло. Может купить побольше письменных принадлежностей? Надо еще приготовить одежду для разных сезонов, положить так, чтобы видно было, размышляла Таня, заканчивая приготовление. Сегодня все утро она ждала. Нет, не приезда детей, а визита органов опеки. Сотрудница опеки, тощая и высокая, с серым мышиным хвостиком, внимательно осмотрела комнату и, поджав губы, что-то записала себе в блокнот. А что это у вас, только один письменный стол? Школьников-то двое. Глядя на Таню поверх очков, уточнила гостя. «Да, ну, здесь некуда больше. Вот кровать и вот шкаф», – неуверенно протянула Таня. «Можно на кухне организовать второе место?» «На кухне?» – усмехнулась сотрудница опеки. «Вы серьезно?» Таня молчала. И почему она сразу не подумала про второй письменный стол? Ведь вместо шкафа можно было поставить комод, и тогда в маленькой комнатке и вправду легко поместился бы второй стол. «В общем, пишу, ненадлежащие условия», – резюмировала сотрудница опеки. «И потом, у вас, кажется, диагноз психического толка. Он давно снят. Ну, пожалуйста, я все исправлю». На глаза у Тани навернулись слезы. «Вы понимаете, что Кириллу нельзя отдавать детей?» «У Кирилла Александровича условия надлежащие. К тому же и семья полная. У вас вот полная семья», – смирила Таню взглядом женщина. Тут крыть было нечем. Ни мужа, ни даже хоть какого-нибудь сожителя у Тани не было. А это означало только одно. Четверых племянников определят жить к Кириллу, их родному отцу. Таня и Аня были близняшками. С детства девочки проводили все время вместе. И окружающим казалось, что отличить их друг от друга просто невозможно. Но насколько они были похожи внешне, настолько же отличались характерами. Аня была ветреной и увлекающейся. И всегда попадала в какие-то истории. А Таня – рассудительная и серьезная. Ее из этих историй спасало. Когда Аня начала встречаться с Кириллом, сестра точно почувствовала – ничем хорошим это дело не обернется. Парень был хоть и симпатичным внешне, но с сомнительным прошлым. А уже после того, как ребята поженились, оказалось, что у Кирилла за плечами ни одна ходка в места не столь отдаленные. Уже через полгода после свадьбы молодой муж снова загремел на нары. Как раз, когда Аня была беременна первенцем. Так и повелось. Кирилл возвращался домой. Сначала вел себя прилично. Но едва жизнь начинала налаживаться, снова садился в тюрьму. Аня разрывалась между малышами и поездками на зону. И хотя и родители, и Таня не единожды предупреждали, с таким мужем и до беды недалеко, молодая женщина их не слушала. Сначала Аня один за другим родила четверых ребятишек, а потом, по чудовищной случайности, погибла при пожаре прямо у себя дома. Таня тогда чуть не сошла с ума от перенесенного стресса. Даже какое-то время лечилась в стационаре. Когда девушка вернулась домой, то узнала, что Кирилл ждет суда по серьезному делу. Сразу после похорон он в пьяном ударе кого-то пырнул ножом. А четверо племянников оформлены в детский дом. Тогда-то Таня и решила, во что бы то ни стало, забрать ребятишек к себе. Поддержки от родителей ждать не приходилось. Они, на удивление, сразу же приняли категорическое и жесткое решение. Вот оно тебе надо, Таня, увещевала девушку мать. У них наследственность вон какая, кроме пьянок, ничего и не видели. Пусть отец их и воспитывает, а у нас возможности нету. Ма, ну что ты такое говоришь? От удивления Татьяна даже открыла рот. Дети-то в чем виноваты? У них и так горе. Неужели можно бросить их в такой момент? Я так не могу. Вот и я не могу, вздохнула Валентина Петровна. Мне седьмой десяток идет. Куда мне четверых на шею? А тебе своих рожать надо, а не для чужих пуп рвать. Но Татьяна точно знала, ребятам в детском доме делать нечего. Сначала она была уверена, что Павлика, Марину, Олечку и Каляшу отдадут ей без проблем. А как иначе? Самая близкая родственница, родная тетка, со своим жильем, пусть и небольшая, но двухкомнатная квартирка, с хорошей работой. А самое главное, дети знают и любят ее. Но на деле все получилось не так-то просто. Сначала оказалось, что Кирилл уладил все дела, и суд его оправдал. И теперь он хотел, ни больше, ни меньше, чтобы все ребятишки проживали с ним. «Ты чего удумал? Зачем тебе, ребята? Ты же в их жизни и не появлялся толком. Все по зонам, да по зонам!» — принялась взывать к его здравому смыслу Таня. «Детьми же заниматься надо. Надолго ли ты на воле-то задержался? Опять соберешься к дружкам своим за колючую проволоку?» «Дура ты, Танька!» — заржал Кирилл прямо в трубку. «Кто меня посадит с детьми-то? Только условку могут впаять. Тем более я завязал, решил по-людски пожить немножко». Таня покачала головой. «Кирилл, и нормально пожить?» Но оказалось, что он будто бы вправду стал на путь исправления. Устроился на работу и снял квартиру. А еще привел к себе домой сожительницу. Когда Татьяна случайно встретила Кирилла с новой любовью на улице, у нее едва не отнялись ноги. И эту женщину он хочет представить своим детям в качестве мачехи? Пролитку Карпенко в поселке не знал только слепой и глухой. Несмотря на почтенный возраст, а Лидии было почти пятьдесят, ума женщина так и не набралась. К тому же славилась удивительной неразборчивостью. У нее было пятеро своих детей, которых она мастерски растолкала по свекровям и бывшим мужьям, а одного даже собственноручно сдала в детский дом. И теперь решила попытать счастье в союзе с Кириллом. Что тридцатилетний мужчина мог найти в такой даме, неизвестно. Но то, что она была очень сомнительным кандидатом на роль матери, это точно. «Кирилл, ты в своем уме?» Тут же позвонила Кириллу Таня. «Да что ты слитко снюхался, это твое дело. Но детей в покое уже оставь, дай я их заберу». «Не звони мне больше», — рявкнул на нее мужчина. «У нас с Лидой любовь, а ребят она своих тоже заберет, и мои лишними не будут. Будем все вместе жить». От этих слов Тане стало физически плохо. Собрав бумаги, она тут же поехала в опеку и начала готовить документы для суда. Сотрудница опеки еще раз внимательно посмотрела на Таню. В ее глазах мелькнула жалость. Наверное, она и сама понимала, что уголовники бывшими не бывают, и детям с отцом, хоть и родным, будет жить отнюдь не сладко. «Я проверю ваши документы по диагнозу, Татьяна Николаевна», — смягчилась гостья. «Главная претензия к вам — это ваше семейное положение. Может, у вас есть сожитель, с которым планируется брак? Это определенно будет плюсом в глазах суда». «Есть», — не моргнув глазом, ответила Таня. «Хотя на деле у девушки не было никого даже на примете». «Решу в короткие сроки. Что еще?» «Ну, смотрите. Стол у вас один, а школьников двое. Кровати заправлены пледами, а должно быть одеяло в пододеяльнике по нормам», — начала перечислять сотрудница опеки. «Устраняйте. До суда совсем немного времени осталось. И самое главное — решите вопрос с супругом». Таня кивнула. «Где найти за пару недель мужа? Не было даже в мыслях. Да еще такого, который был бы согласен воспитывать четверых неродных ребятишек». Первым делом Татьяна отправилась на сайт знакомств. Но там в основном водились мужчины, страстно желающие необремененных детьми отношений. Перебрав своих знакомых и сделав некоторым неприличное предложение, Таня приуныла. Больнее всего было то, что племянники, которых девушка навещала почти каждый день, с нетерпением ждали, когда она их заберет к себе. «Таня! Таня! Ты ведь нас тут не оставишь!» Заглядывал в глаза самый старший из ребят, Павлик. «Лишь бы нас тебе отдали! А то папка пьет да дерется! С тобой-то всяко лучше жить!» Таня едва сдерживала слезы и молча целовала белобрысую мальчишкину макушку. Не зря, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. В тот вечер Таня спешила с работы на остановку и, задумавшись о чем-то своем, поскользнулась на замерзшие лужи и подвернула ногу. «Вам помочь?» Раздался приятный мужской голос. Таня подняла глаза. Около нее стоял незнакомый молодой мужчина и протягивал руку. «Нет, спасибо!» Улыбнулась Таня и попыталась подняться. Но нестерпимая боль в лодыжке буквально пронзила ногу. «Давайте, давайте!» Отозвался мужчина. «Я в прошлом году так неудачно упал, потом месяц в гипсе ходил. Поверьте, отцу троих детей очень непросто далось сидение дома. Чуть ли не по голове мне ходили четыре недели». При упоминании о детях на глаза Таня навернулись слезы. «Ого!» «Видно, сильно ударились!» Помогая встать, удивился мужчина. «Давайте руку, хоть до лавочки доведу!» Денис, а именно так звали мужчину, помог не только добраться до лавочки, но еще и вызвался довезти до дома. «Мне уже терять нечего. Все равно суд я проиграю, а родители от меня отвернулись». Садясь в машину нового знакомого, размышляла Таня. Но Денис оказался очень приятным молодым человеком и всю дорогу развлекал девушку разговорами, а еще заехал в аптеку и купил обезболивающую мазь. «У меня один нескромный вопрос остался». Уже прощаясь, улыбнулся Денис. «Вы случайно не замужем?» «Нет». «А почему вы спрашиваете?» Удивилась Таня, хотя ей очень понравился этот обаятельный и отзывчивый мужчина. Она догадывалась, что там, где есть дети, обязательно должна быть и их мать. А встречаться с женатым – это было для нее табу. «Может, когда-нибудь еще встретимся с вами еще раз?» «Таня, вы, наверное, думаете, что я женат, но это не так. Я вдовец, остался с детьми на руках пару лет назад. Потому, если вы ничего не имеете против детей, то можем с вами встретиться прогуляться, а там посмотрим». Таня изумленно смотрела на Дениса. Неужели вселенная услышала ее просьбы и ей, словно по заказу, отправила вот этого многодетного мужчину? От удивления девушка не смогла даже вымолвить слово и только кивнула. Отношения развивались стремительно. Уже на следующий день мужчина пригласил девушку на каток, где Таня познакомилась с его ребятишками. Воспитанные и открытые, они сразу же накинулись на девушку с потоками нарастающей нежности. Денис объяснил, что с тех пор, как умерла жена, дети так реагируют почти на каждую представительницу прекрасного пола. Таня же, в свою очередь, рассказала Денису о своей эпопее с органами опеки и о предстоящем суде. Едва только Денис узнал о ситуации, которая сложилась у Тани и ее племянников, то немедленно предложил расписаться. «Погоди, мы же знакомы только два дня», сомневалась Таня. «Вот и узнаем. Ты мне нравишься, детям тоже». «И потом, у меня есть отличный дом за городом, там места хватит на всех ребятишек. К тому же нам очень нужна хозяйка в этот дом», ответил, осторожно обняв Таню, Денис. На суде Кирилл был буквально в бешенстве, когда узнал, что Таня не только устранила все проблемы, которые мешали ей быть опекуном, но еще и вышла замуж, а значит, шансов на детей у нее было гораздо больше, чем у бывшего сидельца с сомнительным прошлым. «Ты что, овца, перехитрить меня решила?» сквозь зубы прошипел Кирилл, глядя в сторону Тани. «Все равно я родной отец, а ты никто». Но судья решила по-другому, и спустя неделю Павлик, Марина, Оля и маленький Коля уже переехали в загородный дом Дениса. Сначала ребята вели себя настороженно в новой обстановке, но быстро познакомились с хозяйскими детьми, которые оказались очень дружелюбными. Таня тоже быстро привыкла к новому дому и к супругу, а спустя всего пару месяцев оказалось, что она ждет ребенка. Восьмого по счету в этой разношерстной, но такой дружной семье. Но это уже совсем другая история. Продолжение следует...